Аудиокнига своими руками Студия Барабаны Судьбы Читает Александр Водяной Мы затерялись в хаосе улиц. Мне казалось, что нас погрузили в банку с какой-то жидкостью, в которой вперемешку плавали всевозможные частицы. Джентльмены, дамы, рабочие, солдаты, уличные детвора и попрошайки. Все целеустремленно спешили во всех направлениях одновременно. Воздух был заполнен неумолимым шумом крошечных выркающих автомобильчиков, криками уличных торговцев, во весь голос расхваливающих свой товар, музыкой, исполняемой уличными музыкантами, и клаксоном автобусов, которые, содрогаясь всем телом, останавливались у края тротуара, чтобы вывалить на него новую толпу людей. Все это было заключено в каньон из величественных зданий, исчезающих вдали по обе стороны улицы. И уже наполовину погрузившихся в тень. Полуденное солнце начало клониться к закату, и его неяркий свет еще больше приглушал дым лондонских труб, придававший светилу сходство с фонарем, проглядывающим сквозь туман. От лчаи и шума у меня закружилась голова. Я прикрыл глаза и позволил Эмми тащить меня за собой по улице. Свободной рукой я нащупывал в кармане прохладный прямоугольник телефона. Каким-то необъяснимым образом прикосновение к его гладкому стеклу меня успокаивало. Мой телефон был бесполезной реликвией из будущего. И все же этот предмет продолжал излучать какую-то энергию, длинной тонкой нитью, соединяя этот непонятный мир, с тем, частью которого я некогда являлся. Всякий раз, когда я к нему прикасался, телефон сообщал мне, «Ты здесь, и все это реально. Тебе это не снится, и ты остаешься самим собой». Благодаря этому напоминанию, все вокруг немного замедляло свое стремительное вращение. Енах провел годы своего становления в Лондоне и утверждал, что до сих пор знает его улицы. Поэтому мы позволяли ему нас везти. Мы старались выбирать боковые улочки и глухие переулки, отчего город поначалу выглядел как лабиринт серых стен источных канав. Его величие обрушивалось на нас лишь тогда, когда мы бегом пересекали широкие бульвары, поспешно ныряя в спасительные тени. Мы превратили это в игру, с хохотом гоняясь друг за другом по узким улочкам. Гораци сделал вид, что споткнулся о бордюр, ловко подпрыгнул и поклонился, как танцор, взмахнув цилиндром. Мы хохотали, как сумасшедшие. От осознания того, что нам удалось проделать такой путь и добраться до Лондона, переплыв море, миновав лес, прокравшись мимо кровожадных пустот, и эскадронов смерти, высланных против нас тварями. У всех шла кругом голова. Нас отделяло от вокзала уже приличное расстояние, когда мы, наконец, остановились в каком-то переулке возле мусорных баков, чтобы перевести дух. Бронвин поставила чемодан на землю и извлекла из него мисс Апсан, которая, покачиваясь, как пьяная, принялась вышагивать по булыжникам мостовой. Гораци и Миллард дружно расхохотались. — Что смешного? — возмутилась Бронвин. — Разве мисс С. виновата, что у нее закружилась голова? — Гораци картинно взмахнул руками. — Добро пожаловать в прекрасный Лондон! — пропил он. Миллард приподнял крышку бака. — Ах, Лондон! Лучшего мусора вам не сыскать! Гораци приподнял шляпу. — Лондон! Тут даже крысы ходят в цилиндрах! — Ох, в такие подробности я точно не вдавался! — запротестовал Енох. — Вдавался! — заявила Оливия. — Ты говорил? — Фи! В Лондоне так не делают! Или в Лондоне еда намного изыскнее! — Но мы приехали сюда не на экскурсию! — принялся защищаться Енох. — Или вы предпочли бы прогуливаться по главным улицам, где нас могли бы засечь твари? Гораци его как будто не слышал. — Ах, Лондон, где каждый день праздник для мусорщиков! Он расхохотался, и его смех оказался таким заразительным, что скоро почти все, включая Еноха, смеялись, сложившись пополам. — Ну, пожалуй, я действительно его приукрашивал. — Чуть-чуть, — признал Енох. — А я нисколечко не нахожу Лондон забавным! Вдруг нахмурилась Оливия. — Он грязный и вонючий, и в нем полно жестоких нехороших людей, которые заставляют детей плакать. Я его ненавижу! Она сморщилась и добавила. — И я ужасно голодна! — Что рассмешило нас еще больше? — Эти люди на станции действительно были нехорошими! — кивнул Миллард. — Но они получили по заслугам. Я никогда не забуду, какое лицо было у того типа, когда Бронвин запихнул его в телефонную будку. Или ту жуткую женщину, когда ее кусила за задницу пчела, — поддержал его Енох. Я готов заплатить, лишь бы еще раз полюбоваться этой картиной. Я покосился на Хью, но он стоял, отвернувшись от нас, и его плечи вздрагивали. — Хью! — окликнул его я. — Ты в порядке? Он отошел еще дальше. — Кому какое дело? — пробормотал он. — Не стоит волноваться за старину Хью. Он здесь только для того, чтобы спасать ваши задницы, не получая взамен даже слов благодарности. Простыженные мы поспешили поблагодарить его и попросить у него прощения. — Прости, Хью! — Еще раз спасибо, Хью! — Хью, ты наш спаситель! Он обернулся к нам. — Понимаете, они были моими друзьями, но мы по-прежнему твои друзья, — возразила Оливия. — Я не о вас, а о своих пчелах. Они могут ужалить только один раз. А затем, а затем все. Темнота и большой улей на небесах. А теперь у меня остался только Генри, но он не может летать, потому что у него не хватает одного крыла. Он вытянул вперед руку и рожал ладонь. Мы увидели Генри, который махал нам своим единственным крылом. — Ну, давай, дружище! — прошептал ему Хью. — Пора домой! Он высунул язык, посадил на него пчелу и закрыл рот. — Янах похлопал его по плечу. — Я бы их для тебя оживил, но не уверен, что это сработает с такими маленькими существами. — Все равно спасибо, — произнес Хью, после чего откашлялся и резко вытер щеки, как будто досадуя на слезы за то, что они его выдали. — Мы найдем тебе пчел, как только приведем в порядок мисс Эсс, — пообещала ему Бронвин. — Кстати, — обернулся к Эмме Енох, — тебе удалось дозвониться хоть до одной эмбрины? — Увы, — покачала головой Эмма и, сутулившись, села на перевернутый бак. — Я так надеялась, что нам хоть тут улыбнется удача. Но нет, к телефону так никто и не подошел. — В таком случае, похоже, пес был прав, — произнес Гораций. — Великие петли Лондона не устояли перед натиском врага. Он мрачно склонил голову. — Случилось худшее. Всех наших эмбрин похитили. Мы все понурились, куда девалась наша смешливость. — В таком случае, — подал голос Енох, — пусть Миллард нам расскажет о петлях наказаний. — Если эмбрины действительно там, нам придется провести спасательную операцию. — Нет, — произнес Миллард. — Нет, нет, нет. — Что значит «нет»? — спросила Эмма. Из горла Милларда вырвался странный сдавленный звук, и он начал часто и хрипло дышать. — Это значит «мы не можем», «мы не можем», — казалось, он пытается что-то произнести, но ему это не удается. — Что с ним? — насторожилась Бронвин. — Мил, что случилось? — Ты лучше сразу нам объясни. — Что ты имел в виду? — Когда говорил «нет», — угрожающе произнесла Эмма. «Я имел в виду, что мы умрем только и всего», — срывающимся голосом пробормотал Миллард. — Но там, в зверинце, у тебя все это звучало так просто, — вмешался я, — «как будто мы можем запросто попасть в петлю наказания». Миллард задыхался и явно был на грани нервного срыва, что не на шутку меня напугало. Бронвин нашла смятый бумажный пакет и приказала ему подышать в него. Немного успокоившись, он заговорил. — Попасть в петлю довольно просто. Начал он, стараясь говорить медленно и контролировать свое дыхание. Гораздо сложнее выбраться. Выбраться живыми, я хотел сказать. Петли наказания именно такие, как и рассказывал пес, если не хуже. Реки огня, кровожадные викинги, зачумленный воздух, которым сложно дышать. И в придачу ко всему этому одна птица ведает, сколько там тварей и пустот. — Потрясающе! — воскликнул Гораций, воздевая к небу руки. — Знаешь ли, ты мог бы рассказать нам об этом раньше. — Ну, там, в Зверинце, когда мы все это только задумали. — Скажи, Гораций, что бы это изменило? Миллард сделал еще несколько вдохов из пакета. — Если бы я напугал вас еще там, вы в самом деле отказались бы от попытки помочь, мисс Апсан, позволив ее человеческому началу просто испариться. — Конечно, нет, — вздохнул Гораций, — но ты все равно должен был рассказать нам правду. Миллард выронил пакет, к нему уже возвращались силы, а с ними и его уверенность в себе. Я признаю, что несколько преуменьшил опасности, поджидающие нас в петлях наказаний, но я не думал, что нам действительно придется в них войти. И, несмотря на все мрачные пророчества этой несносной собаки, я был уверен, что мы найдем здесь хотя бы одну невзломанную петлю с целой невредимой эмбриной. И мы до сих пор не можем утверждать, что их нет. Как можно утверждать, что их всех похитили? Мы что, собственными глазами увидели их покинутые петли? Что, если телефон и эмбрин просто были отключены? Все? — фыркнул Енух. Даже Оливия. Неисправимая оптимистка Оливия покачала головой. — В таком случае, Миллард, что ты предлагаешь? — спросила Эмма. — Ты хочешь, чтобы мы осмотрели петли Лондона в надежде застать кого-то дома? Как ты думаешь, каковы шансы на то, что силы зла, которые продолжают нас искать, оставили все эти петли без присмотра? Я думаю, что у нас будет больше шансов пережить сегодняшнюю ночь, если мы проведем ее, играя в русскую рулетку, — проворчал Енух. — Я всего лишь говорю, — пояснил Миллард, — что у нас нет доказательств. — Какие еще тебе нужны доказательства? — спросила Эмма. — Реки Крови? Гора Перьев, выщипанных из эмбрин? Мисс Зарянка сказала нам, что силы зла напали на Лондон несколько недель назад. Мисс Королек тоже не сомневалась в том, что всех лондонских эмбрин похитили. — Ты можешь что-то сказать об этом лучше эмбрины? К тому же мы в Лондоне, и ни один из их телефонов не отвечает. Поэтому прошу у тебя, объясни мне, почему ты считаешь, что осмотр петель не превратится в напрасную и самоубийственно опасную трату времени? — Погодите-ка, вот оно! — воскликнул Миллард. — А как насчет мисс Королек? — А что насчет мисс Королек? — насторожилась Эмма. — Разве ты забыла, что нам сказала собака? Мисс Королек несколько дней назад явилась в Лондон, узнав о похищении ее сестер Эмбрин. — И? А что, если она все еще здесь? — В таком случае ее, скорее всего, уже похитили, — заявил Енух. — А если нет? — в голосе Милларда звенела надежда. — Она могла бы помочь мисс Апсан. И тогда нам не пришлось бы даже приближаться к петлям наказаний. — И как, по-твоему, мы будем ее искать? — пронзительным голосом поинтересовался Енух. — Залезем на крышу и начнем звать ее по имени. — Мы не на Кэролхолме, а в многомиллионном городе. — Ее голуби! — произнес Миллард. — Ну-ка, ну-ка! — О похищении Эмбрин мисс Королек узнал от своих странных голубей. — Если они знали, где находятся все остальные эмбрины, то должны знать и где искать мисс Королек. В конце концов, это ее голуби. — Ха! — воскликнул Енух. — Кого в Лондоне больше, чем некрасивых и немолодых дам, так это голубей. Ты собираешься обшарить весь Лондон в поисках одной единственной стаи? — Это действительно звучит несколько безумно, — согласилась Енухом Эмма. — Прости, Милл, я просто не понимаю. Как это может нам помочь? — В таком случае вам всем повезло, что я провел нашу поездку на поезде не в праздной болтовне, а за серьезным занятием. Кто-нибудь, подайте мне истории. Бронвен выудила книгу из чемодана и протянула ее Милларду, который принялся лихорадочно перелистывать страницы. — Здесь можно найти ответы на множество вопросов, — говорил он, — если знать, где искать. Он остановился на какой-то странице и торжествующе ткнул пальцем в верхние строчки. — Ага, — произнес он, разворачивая книгу, чтобы показать нам, что он нашел. — Вот это да! — воскликнула Бронвен. — Неужели речь о тех самых голубях, которые нам нужны? — Если о них говорится в историях, — отозвался Миллард, — значит, почти наверняка это странные голуби. — Как по-вашему? — Много ли в Лондоне стай странных голубей? — Оливия захлопала в ладоши. — Миллард, ты гений! — воскликнула она. — Спасибо, я в курсе. — Погодите, — перебил их я. — Я не совсем понимаю, о чем речь. — Кто такой святой Павел? — Ха, это знаю даже я, — хмыкнула Оливия. — Это собор. Дойдя до угла, она ткнула пальцем в сторону вздымающегося вдали величественного купола. — Это самый большой и самый великолепный собор в Лондоне, — кивнул Миллард. — И если моя догадка верна, это также место, где гнездятся голуби мисс Королек. — Будем надеяться, что они дома, — произнесла Эмма, — и смогут сообщить нам что-то утешительное, а то в последнее время у нас туго с утешительными новостями. Мы в угрюмом молчании пробирались сквозь лабиринт улочек, держа курс на собор. И тишину нарушал только топот наших подошв по тротуару, до шум города, гудения самолетов и извечный гул заполненных автомобилями улиц. Время от времени воздух разрывал пронзительный вой сирен. Небо испечряли облачка серебристых аэростатов, соединенных с землей длинными проводами. — Аэростатное заграждение, — пояснила Эмма, заметив, что я, запрокинув голову, разглядываю один из пузырей. Немецкие бомбардировщики ночью запутываются в этих тросах и падают на землю. Тут перед нами возникла сцена разрушения, настолько странная, что я замер на месте, разину в рот, но не и стремление к нездоровому вояризму, а потому что мой мозг был не в состоянии обработать эту информацию без дополнительного исследования. На всю ширину улицы зияла воронка от бомбы, напоминая чудовищный рот с обломками тротуара вместо зубов. На одном краю воронки взрыв снес фасад здания, оставив все, что было внутри. Это напоминало кукольный домик, позволявший разглядеть весь интерьер. Посреди столовой стоял все еще накрытый к обеду стол. Фотография в рамочках на стенах прихожей перекосилась, но остались висеть. Рулон туалетной бумаги размотался и развивался на ветру, напоминая длинный белый флаг. — Кто-то забыл его достроить, — наивно поинтересовалась Оливия. — Нет, дурочка, — буркнул Енох. — В него попала бомба. Оливия сморщилась, и мне показалось, что она сейчас заплачет. Но тут же ее лицо окаменело, и она закричала, грозя кулаком небу. — Гадкий Гитлер! Прекрати эту ужасную войну и убирайся отсюда! Бронвин похлопал ее по руке. — Тссс! Он тебя не слышит, детка. — Так нечестно, — не унималась Оливия. Я устала от самолетов, бомб и войны. Мы все устали, — ответил Енох. Даже я. Мы пошли дальше. Я попытался смотреть только себе под ноги, но защититься от окружающих нас жутких картин оказалось невозможно. Посреди улицы кто-то бросил коляску с плачущим ребенком. — Бронвин замедлила шаги. — Может, нам удастся чем-то им помочь? Борясь с охватившим ее волнением, спросила она. — Это ничего не изменит, — ответил Миллард. — Эти люди принадлежат прошлому, а прошлое изменить невозможно. Бронвин грустно кивнула. Она и сама это знала, но ей хотелось это услышать. Нас там почти не было, и толку от нас было не больше, чем от привидений. Туча пепла взметнулась вверх, заслонив от нас детскую коляску. Мы шли дальше, давясь пеплом и подняты ветром пылью разрушенного здания. Бетонный порошок медленно оседал, бетонный порошок медленно оседал, убеляя нашу одежду и превращая наши лица в мертвенно белые маски. Мы стремились как можно скорее покинуть разрушенные кварталы, но остолбенили, когда улицы вокруг внезапно обрели нормальный облик. В нескольких шагах от ада люди занимались своими делами, жили в домах, по-прежнему обладающих не только окнами и стенами, но также электричеством. Затем мы повернули за угол, и перед нами предстал горделивый и величественный купол собора, который не портили даже черные подпалины на стенах и несколько раскроившихся арок. Наши поиски начались на прилегающей к собору площади, где старики сидели на скамейках и кормили голубей крошками. Сначала мы устроили полный переполох. Мы подбегали, пытались судорожно хватать голубей, которые в панике разлетались во все стороны. Старики ворчали, а мы удалялись, поджидая возвращения птиц. И они возвращались, доказывая, что голуби не самые умные животные на земле. Затем мы сменили тактику, по очереди небрежно заходя в середину стаи и пытаясь застать голубей врасплох. Я думал, что маленькая быстрая Оливия или Хью с ее странной связью с крылатыми созданиями окажутся успешнее других. Но оба остались посрамлены. Миллард проявил себя не лучше, а ведь они его даже не видели, когда подошла моя очередь. Голубям, наверное, уже так надоели наши попытки их поймать, что едва я приблизился, как они шумно взлетели, и одновременно обрушили мне на голову бомбы из помета, вынудив меня ринуться к фонтану, дабы смыть последствия этой бомбардировки. В конце концов поймать голубя удалось горацию. Он сидел рядом со стариками, бросая птицам семечки, пока тени окружили его плотной толпой. Затем он медленно наклонился вперед, протянул руку к ближайшему голубю и уверенным движением схватил его за лапы. «Есть!» — закричал он. Птица хлопала крыльями, пыталась вырваться, но горация держала ее очень крепко. Осторожно держа голубя в ладонях, он подошел к нам. «Как мы сможем узнать, странный он или нет?» — спросил горация, переворачивая голубя, чтобы заглянуть ему под хвост, как будто ожидая увидеть там ярлык. «Покажи его, мисс Апсан!» — предложила Эмма. «Она это сразу поймет. Итак, мы открыли чемодан Бронвин, сунули голубя внутрь и захлопнули крышку. Голубь заверещал так, как будто его живьем рвали на части. Я поморщился и крикнул, «Полегче, мисс С!» Когда Бронвин снова открыла чемодан, в воздух взвилось облачко голубиных перьев, но самого голубя нигде не было. «О, нет, она его съела!» — закричала Бронвин. «Ничего подобного!» — возразила Эмма. «Посмотрите под ней!» Мисс Апсан поднялась и шагнула в сторону, и под ней действительно оказался голубь. Оглушенный, но живой. «Ну что?» — спросил Енух. «Это один из голубей мисс Королек или нет?» Мисс Апсан толкнула птицу клювом, и та улетела. Затем Эмбрина выпрыгнула из чемодана, проковыляла через площадь и громким криком разогнала всех остальных голубей. Она предельно ясно давала нам понять, что голубь, которого поймал Гураций, совершенно нормальный, как и все остальные голуби на этой площади. Нам предстояло продолжить поиски. Мисс Апсан направилась к собору, нетерпеливо хлопая здоровым крылом. Мы догнали ее на ступенях. Собор нависал над нами, взметнув в небо две колонны, обрамляющие его гигантский купол. С мраморных барельефов на нас гневно смотрели перепачканные сажей ангелы. «Неужели нам придется осматривать весь собор?» вслух поинтересовался я. «Он ведь такой огромный!» «Ничего, справимся», ответила Эмма. Странный звук заставил нас замереть в дверях. Он напоминал доносящуюся издалека автосигнализацию и звучал то низко, то высоко, описывая плавные длинные дуги. Но в 1940 году не было автосигнализации. «Это была сирена воздушной тревоги!» Гораци съежился. «Немцы летят!» воскликнул он. «Смерть придет к нам с неба! Мы не знаем, что означает этот звук!» заупрямилась Эмма. «Вдруг это ложная тревога или просто проверка?» Но улицы и площадь стремительно опустили. Старики сложили газеты и тоже покинули скамьи. «Они, похоже, не считают это проверкой!» кивнул в их сторону Гораций. «Ха! С каких это пор? Мы боимся каких-то несчастных бомб!» поинтересовался Енух. «Хватит хныкать!» «Стоит ли напоминать, подал голос Миллард, что это не те бомбы, к которым мы привыкли в Карнхолме. Мы понятия не имеем, где разорвутся эти. Тем больше оснований хватать то, зачем мы сюда явились, и делать это как можно быстрее!» скомандовала Эмма и шагнула внутрь, вынуждая нас сделать то же самое. Я был потрясен. Изнутри собор выглядел еще более внушительным, чем снаружи. Несколько человек молчаливо молились перед алтарем, опустившись на колени, не обращая внимания на небольшие повреждения стен. Сам алтарь привалила груды обломков. Сквозь оставленные бомбой отверстия в крыше в собор струился солнечный свет. На упавшей колонне сидел одинокий солдат. Он опрокинул голову и сквозь проломленный потолок смотрел на небо. Мы медленно шли по проходу и под ногами у нас хрустели обломки кафельной плитки и бетонная крошка. «Я ничего не вижу», пожаловался Гораций. «И вообще здесь совершенно спокойно. Могут спрятаться десять тысяч голубей». «Не смотрите», произнес Хью. «Слушайте». Мы остановились, напрягая слух, но вместо характерного воркования голубей слышали неумолочный вой сирены, на фоне которого уже раздавался глухой треск, напоминающий раскаты грома. «Я приказал себе сохранять спокойствие, хотя мое сердце бешено колотилось, пытаясь вырваться из грудной клетки. Это падали бомбы. Надо уходить», произнес я, чувствуя, как меня захлёстывает паника. «Где-то поблизости должно быть убежище или другое безопасное место, где можно переждать налет». «Но мы совсем близко», воскликнула Бронвин. «Мы не можем все оставить». Следующий взрыв раздался совсем рядом, и остальные тоже занервничали. «Возможно, Джейкоп прав», произнес Гурацей. «Давайте переждём в безопасном месте и вернёмся, когда бомбёжка закончится». «На самом деле безопасных мест не существует», сообщил ему Йенах. «Эти бомбы способны проникнуть даже в самое глубокое убежище. Они не могут проникнуть в петлю», вмешалась Эмма. «И если об этом соборе написана история, то здесь должен быть и вход в петлю». «Возможно», — протянул Миллард. «Очень даже возможно. Дайте мне книгу. Я попытаюсь это выяснить». Бронвин открыла чемодан и вручила Милларду книгу. «Посмотрим», — произнёс он, переворачивая страницы. «Ха, вокруг падают бомбы, а мы читаем сказки», — подумал я. «Я сошёл с ума и угодил в страну безумцев». «Слушайте внимательно», — произнёс Миллард. «Есть ли где-то поблизости, есть вход в петлю. Эта легенда может сообщить нам, где он находится». К счастью, это совсем короткая история. Рядом с собором разорвалась бомба. Пол задрожал, а с потолка нам на головы посыпалась штукатурка. Я стиснул зубы и сосредоточил своё внимание на дыхании. Миллард невозмутимо откашлялся. Произнёс он своим громким и звучным голосом. «Название мы уже знаем», — проворчал Енух. «Читай, пожалуйста, быстрее», — поддержал его Бронвин. «Если вы будете и дальше меня перебивать, мы проведём здесь всю ночь», — огрызнулся Миллард. А затем продолжил чтение. «Много странных лет назад, до того, как в Лондоне появились башни или другие высокие сооружения, там жила стая голубей, которые вбили себе в голову, что им хочется, ведь гнёзда очень высоко, подальше от суеты и шума общества людей». Голуби даже знали, как построить высокую башню, потому что они — прирождённые строители. «Они вообще гораздо умнее, чем мы готовы признать». Но жители древнего Лондона не интересовали высокие здания. Поэтому однажды ночью птицы проникли в спальню самого трудолюбивого человека, которого им удалось найти, и нашептали ему план строительства величественной башни. Утром этот человек проснулся взволнованным. Ему приснился, во всяком случае, он так считал, величественный храм с высоченным шпилем, возведённый на самом высоком холме города. Несколько лет спустя, ценой неимоверных усилий, храм был построен. Он на огромной башне возвышался над городом, и в нём было множество укромных уголков, где могли гнездиться голуби, которые остались очень довольны собой. Но однажды на город напали викинги. Они сожгли башню до основания, и голубям пришлось найти другого архитектора, нашептать ему на ухо свой план и снова терпеливо ожидать, пока им возведут новую башню, ещё выше и величественнее прежней. И башню построили, и она оказалась очень величественной и очень высокой. А потом сгорела и она. Так продолжалось сотню лет. Башни уничтожались пожарами, а голуби нашёптывали планы строительства ещё более величественных высоких башен всё новым поколением архитекторов. Хотя эти архитекторы так ни разу не осознали, в каком долгу перед птицами всё же они относились к ним с большой нежностью и позволяли им располагаться в нефах и звонницах, подобно талисманам и хранителям храмов, которыми они в самом деле являлись. «Всё это нам никак не помогает», заметил Енух. «Переходи к той части, где говорится о входе в петли. Я перехожу к тому, к чему перехожу», огрызнулся Миллард. Наконец, после того, как было построено и уничтожено множество церквей, планы голубей стали настолько чистолюбивыми, что они очень долго не могли найти человека достаточно умного для их осуществления. Когда им это, наконец, удалось, человек долго сопротивлялся, пребывая в уверенности, что холм проклят, потому что до сих пор все построенные на нём церкви загорали. Он пытался выбросить эту идею из головы, но голуби возвращались и ночь за ночью шептали ему на ухо план строительства. И всё же он продолжал бездействовать. Поэтому они прилетели к нему среди дня, чего никогда не делали прежде, и рассказали ему на своём странном, смеющемся языке, что он единственный человек, которому под силу выстроить для них башню. А значит, он просто обязан это сделать. Но он отказался и выгнал их из своего дома с криками «Кыш!» Пошли отсюда грязные создания. Голуби так оскорбились, что решили отомстить. Они преследовали архитектора до тех пор, пока он не оказался на грани безумия. Они сопровождали его всюду, куда бы он ни направлялся, дёргая его за одежду и волосы, портя ему пищу своим пухом. Они не давали ему покоя даже ночью, постоянно долбя в стекло клювами. И, наконец, наступил день, когда он упал на колени и воскликнул «О, голуби! Я построю всё, о чём вы попросите, при условии, что вы присмотрите за храмом и убережёте его от пожара». Это очень озадачило голубей. Они посовещались и решили, что могли бы получше оберегать предыдущие башни, если бы им меньше понравилось их строить. Они поклялись делать всё от них зависящее, чтобы защитить будущий храм. И тогда человек построил необыкновенный собор с двумя башнями и куполом. Он был таким величественным. Человек и голуби остались так довольны тем, что у них получилось, что стали закадычными друзьями. С тех пор, куда бы ни шёл наш архитектор, его повсюду сопровождал один из голубей, который в случае необходимости выступал в роли его помощника и советчика. Даже после того, как он умер, благополучно достигнув уважаемого преклонного возраста, птицы продолжали время от времени навещать его в подземном царстве. И по сей день вы можете увидеть построенный ими собор на самом высоком холме Лондона и за ним по-прежнему присматривают голуби. Миллард закрыл книгу. Конец. Да, но откуда они за ним присматривают? Если бы ты прочитал сказку о котах на луне, с неё и то было бы больше толку для нашей нынешней ситуации, раздосадованно проворчал Йенох. Я ничего не поняла, недоумевала Бронвин. А вы поняли? Я почти понял. Мне показалось, что нечто было сокрыто во фразе «в подземном царстве». Но вслед за этим я неизменно спотыкался о соображении «Голуби в аду, что ли?» Тут раздался взрыв очередной бомбы, такой мощный, что всё сооружение заходило ходуном, а откуда-то сверху неожиданно послышалось хлопанье крыльев. Мы подняли головы и увидели трёх испуганных голубей, вылетевших из тайника над стропилами. Мисс Апсан пронзительно закликотала от радости, как будто хотела сказать «Это они!» А Бронвин подхватил её на руки, и мы бросились вдогонку за птицами. Голуби пролетели по всему нефу, резко повернули и исчезли за какой-то дверью. Несколько секунд спустя мы тоже стояли у этой двери. К моему облегчению она вела не наружу, где нам нечего было надеяться поймать голубей, а на лестницу, спирально уводившую куда-то вниз. «Ха!» пришёл в восторг Йенух, хлопая своими пухлыми ладошками. «Попались!» «Теперь они в подвале, и им от нас не уйти». Мы бросились бежать по лестнице. У её подножия обнаружилась просторная, тускло освещенная комната с каменными стенами и полом. Тут царила холодная, сырая и почти непроницаемая темнота. Электричество явно давно отключили, поэтому Эмма зажгла огонёк на своей ладони и посветила вокруг. Наконец нам стало ясно, где мы находимся. Под нашими ногами от стены до стены протянулись мраморные плиты, на которых были высечены какие-то слова. Та, на которой стоял я, гласила «Епископ Элдридж Тортборш умер в 1721 году». «Это не подвал», прошептала Эмма. «Это склеп». По моей спине пополз холодок, и я шагнул к Эмме, стремясь оказаться поближе к её свету и теплу. «Ты хочешь сказать, что под этим полом похоронены люди?» дрожащим голосом уточнила Оливия. «Ну и что?» пожал плечами Янух. «Давайте ловить этого чёртова голубя, пока одна из бомб не похоронила тут нас». Эмма поворачивалась вокруг своей оси, освещая стены. «Они должны быть где-то здесь. Эта лестница — единственный выход наружу». И тут мы снова услышали, как где-то захлопали крылья. Я напрягся. Эмма заставила свой факел гореть ярче и направила его в ту сторону, откуда раздавали звуки. Мерцающий свет упал на плоскую могилу, на несколько футов, выступающую над полом. Между могилой и стеной имелось щель, заглянуть в которую с того места, где мы стояли, было невозможно. Это было идеальное убежище для птицы. Эмма поднесла палец губам и знаком пригласила нас следовать за ней. Мы повиновались. Крадучись, мы подошли к могиле, окружив ее с трех сторон. «Готовы?» — одними губами, спросила Эмма. Остальные кивнули. Я поднял вверх большой палец. Эмма на цыпочках подошла к могиле и заглянула за надгробие. «Ничего!» — разочарованно протянула она и с досадой топнула ногой. «Я не понимаю!» — воскликнул Энух. «Они были здесь?» Мы все подошли и заглянули за плиту. И тут Миллард прошептал «Эмма, посвяти, пожалуйста, на надгробие!» Эмма исполнила его просьбу и Миллард вслух прочитал надпись на плите «Здесь покоится Кристофер Рен, строитель этого собора!» «Рен?» — воскликнула Эмма. «Какое странное совпадение!» «Я сомневаюсь, что это совпадение!» отозвался Миллард «Должно быть, это родственник мисс Королек!» «Возможно, он ее отец!» «Это очень интересно!» пробормотал Енух «Но хотел бы я знать, как это поможет нам найти ее саму или ее голубей?» «Именно это я и пытаюсь понять!» Еле слышно произнес Миллард. Он немного походил, а затем процитировал строчку из истории. Птицы продолжали время от времени навещать его в подземном царстве. Тут мне почудилось, что я слышу голубиное воркование. — Тссс! — произнес я, и все прислушались. Спустя несколько секунд воркование послышалось снова, а оно доносилось из-за могилы. Я обошел надгробие и опустился на колени. И только тут я заметил у его основания небольшое, не больше кулака, отверстие, в которое могла бы пробраться только птица. — Идите сюда! — позвал я друзей. — Ничего себе! — воскликнула Эмма, поднося к отверстию огонек. — Возможно, именно там и находится подземное царство. — Но оно такое маленькое! — прошептала Оливия. — Как же мы достанем оттуда птиц? Мы можем подождать, пока они выберутся оттуда сами! — предложил Гораций. Но тут бомба разорвалась так близко, что у меня все поплыло перед глазами, а зубы лязгнули. — Зачем же? — хмыкнул Миллард. — Бронвин, ты не могла бы открыть могилу сэра Рена? — Нет! — закричала Оливия. — Я не хочу видеть его сгнившие косточки. — Не волнуйся, милая! — успокоила ее Бронвин. Миллард знает, что делает. Она уперлась ладонями в край могилы и налегла на плиту. Таня охотно сдвинулась с места, издавая хриплый скрежет. Вопреки моим опасениям, в воздухе запахло вовсе не смертью, а всего лишь плесенью и старой пылью. Мы столпились вокруг, мы столпились вокруг и заглянули в могилу. — Ничего себе! — снова произнесла Эмма. Субтитры создавал DimaTorzok